Когда человек говорит «у меня нет времени», он себе подписывает договор «у меня нет жизни». В нашем системе, в нашей матрице время-жизнь, жизнь-время. И когда человек говорит «у меня нет времени», значит, у него нет жизни, значит, он не живёт полную жизнь. Он вообще не использует свою жизненную энергию для того, чтобы быть творцом своей реальности. Когда человек понимает, что он не успевает войти в практику, потому что у него очень много дел накопилось, и на него свалилась масса забот. Просто встать на 15 минут раньше, наверное, может каждый человек, и на 15 минут позже лечь. Войти в правильный график сна и бодрствования. То есть по ведам мы ложимся до 10 и встаём до 6 утра. То есть это правильный биоритм для того, чтобы опять же активировать наше внутреннее око. И невозможно открыть шестой глаз духовного видения. Я не говорю про астральное видение. Многие очень путают, что когда у них открывается третий глаз, и они видят астральный мир. Это не про это. Пробуждение не про астрал. Пробуждение — это духовное око, когда оно светло, и тело твоё чисто. А это как раз 5 центров. Поэтому это база для того, чтобы проснулась ваша энергия жизни, для того, чтобы проснулась в индуизме это кундалини, для того, чтобы у вас спинная жидкость пошла активно вверх, разбудила ваш эпифиз, то, конечно, нам нужны чисто пробуждённые энергии, нам нужны чистые энергетические каналы. Таким образом вы становитесь творцами. А для этого нужно немного раньше встать и немного позже лечь, осознавая самую главную задачу своей жизни — пробудиться, проснуться. Тем самым рулить своей жизнью, не чтобы за вас кто-то рулил вашей жизнью и навязывал вам, как жизнь, как думать, как действовать, что покупать, как реагировать и вообще как себя тратить, как тратить свою жизнь, как вы тратите своё время. Время-жизнь, жизнь-энергия, энергия-бог. То есть куда вы тратите божественную энергию, которую вас наделил Бог? Вы должны каждый раз задавать себе этот вопрос, когда вас ум отвлекает на якобы самое важное дело.